здравствуйте однажды один путешествия путешествуя захотел посетить гаона из вильню был как раз городе решил посетить гаона из вильна мудрый человек пришел к нему не пускают почему я хочу путешествовать с ним встретиться ему объяснили что гаона из вильна гениев много среди нашего народа но гений из вильна отличается тем что у него большая работоспособность и он работает постоянно спит какие-то там не больше 20 минут в сутки и постоянно изучает туру из-за вот это его громадной работоспособности он так знаменит времени тратить на какие-то беспричинные глупые встречи у него просто не путешественник очень расстроился вернулся в свою италию из-за злости говорит я все-таки вам отомщу я все-таки с ним встречусь что он предпринял он предпринял путешествие объездил всех знаменитых передовых ученых в разных в разных аспектах науки и задавал им один и тот же вопрос какой над какой самый вот передовой вопрос самый тяжелый вопрос который вы сейчас работаете и пытаетесь пробиться и он собрал такую коллекцию вопросов самых разных областях знания того времени и с этим списком пока он путешествовал у него немножко выросла борода пейсы оделся еврейский костюм и приезжает обратно гаону из вильну и говорит я посланник от итальянской общины евреев так и так вышел такой закон что всех евреев из италии выгонят если мы не ответим на вот этот список вопросов и меня от имени общины послали к знаменитому гению чтобы он нам на них ответил ему сказали хорошо назначили день который он встретиться он действительно встретился с гаоном из вильна и он начал задавать ему вопросы прочитал первый вопрос гаон из вильна говорит дальше он выслушал все вопросы и говорит теперь записывай и говорит вопросы номер один три восемь основаны вот на такой-то общей ваши ошибки и так он ответил на все вопросы он говорит теперь я тебе задам один вопрос чем отличается вот это слово от вот этого и назвал два еврейских слова этот человек отвечает ну это синонимы и тут гаон из вильна его раскусил потому что ни один верующий еврей не скажет что в туре есть два слова одинаковых по значению и разных по произношению нету есть всегда есть какой-то оттенок есть какая-то разница и сегодня я хочу вам показать два слова которые переводятся на другие языки одинаково на русском это звучит время на иврите есть слово зма и слово это когда мы употребляем слово зма оба они переводятся как время слова зма мы применяем тогда когда все развивается согласно естественному ходу событий например слова на зуман обозначает наличные деньги то есть той деньги которые вот вот сейчас вот естественно они будут эта сделка происходит вот сейчас данный конкретный по времени и это дает понятие что от судьбы никуда не уйдешь что все уже предопределено что есть какая-то колея из которой не выбраться в естественном течение времени и второе слово это его можно еще перевести как срок она тоже переводится как время вы увидите я покажу эти места в библии но но больше подходит к слову какой-то определенный специфический участок времени на иврите если вы знаете святой язык мы говорим летим кровот переводится это как часто то есть очень близко вот эти вот времена расположены друг от друга близко переводится как часто или слово редко на иврите звучит ли этим раха код то есть вот эти вот временные случаи они находятся далеко друг от друга и это слово говорит о возможности выхода из колеи мы говорили с вами прошлый раз что жизнь похожа на коридор так вот это слово от она обозначает дверь в этом коридоре чтобы перейти в другой коридор что нашу судьбу определяет зрячий выбор а не слепой случай давайте посмотрим несколько мест во первых меня записано захария 10 1 просите у господа дождя во время бит во время благоприятные то есть не всегда в израиле можно попросить дождя есть определенные сроки когда это уместно просить дождь господь блеснет молнии даст вам обильный дождь каждому злак на поле песня песней 2 12 это интересней цветы показались на земле время пения настало и голос горлицы слышен в стране нашей здесь вот это слово время это это то есть время пения хорошо вот слово пение это замир это замир замир более правильно перевести как название певчей птицы соловей на иврите замир то есть цветы показались на земле период когда в израиле поет соловей настал и дальше уже как усиление голос горлицы слышен стране нашей когда в израиле можно услышать соловья когда он перелетает перелетные птицы у нас сезон весна и осень птицы не задерживаются дольше недели ну летят какие-то соловьи куда они летят они летят в те страны где побольше мух летом в африке и там на севере где где есть мухи и так какой-то конкретный промежуток времени где можно когда можно услышать в израиле пение соловья а вот еще интереснее псалом 33 2 благословлю господа во всякое время беколь это вархею то есть в каждой ситуации вот это вот дверь она плохая или хорошая плохие у меня возможности липлы или хорошие в каждом я благословлю бога хвала ему непрестанно в устах моих и давайте глянем вот это место экклезиас 3 глава здесь в каждом случае слово время но это перевод слова от то есть случай всему свое время от и время от всякой вещи под солнцем время рождаться и время умирать время насаждать и время вырывать посаженные время убивать и время врачевать время разрушать и время строить время плакать и время смеяться время сетовать и время плясать время разбрасывать камни время собирать камни время обнимать и время Уклоняться от объятий Везде случай Везде Это обозначение какого-то периода Где это делать уместно То есть уместно раздирать И уместно сшивать Время, когда уместно молчать И время, когда уместно говорить Время, когда уместно любить И время, когда уместно ненавидеть Время, когда уместно войне И время уместное для мира Это смысл Вот этого отрывка книги «Экклезиаст», третья глава. Итак, мы говорили, что если наша жизнь похожа как коридор, который Бог спланировал, что здесь будет происходить, и здесь есть какие-то двери, хорошая случайность или плохая случайность, которая происходит. Что еще я могу сказать? Обычно в таких проповедях проповедник рассказывает все случаи от бытия до откровения, где вот это слово применяется и как оно в контексте, я не хочу ему табляться, потому что когда я готовил эту проповедь, ко мне тихонечко подошла совесть и попросила пожалеть слушателей. Давайте подведем итог, что из этого мы можем извлечь. Да, каждый из нас проходит по коридору жизни. В этом коридоре жизни есть двери в хорошую и плохую сторону. И не все люди видят... Иногда есть люди, которые видят в своей жизни только плохие события, иногда есть люди, которые видят в своей жизни только хорошее событие, которое с ними происходит. И вот здесь это уже работа сердца. Как мы реагируем на эти испытания? Как мы реагируем на эти двери? Вы знаете, что, допустим, пчела может найти то, что ей нужно, цветок даже на мусорной свалке, а муха найдет вонючую кучку в любом саду. То, что внутри человека, какое его естество, это он и находит, к тому он и прилепляется. Поэтому важно для человека внутри благодарить Бога. Мы читали, хвала ему непрестанно в устах моих. При каждой ситуации, плохая или хорошая, я буду прославлять Бога. И тогда хороших ситуаций и возможностей будет больше. Вот эти двери будут открываться в жизни человека. Именно благодарение. Давайте я вам сейчас расскажу. Вы знаете человека, который первый сделал открытие, что Бога надо благодарить? Давайте вспомним. Бога надо благодарить. И первый человек, кто это сделал, была праматерь Лея. У нее родился... Она вышла замуж за Якова. У нее родился первый сын, которого звали Рубен. Ру, посмотрите, Бен. Сын, посмотрите, вот это мой сын. И она гордилась. Рубен был у нее первенцем. И потом она зачала и родила и назвала следующего своего сына Шимон. Шимон, она, видно, после того, как у нее родился первый сын, оценила качество послушания. И Шимон от слова слушать и слушаться надеялась, что он будет послушный. Затем у нее родился третий сын, которого звали Леви. Смысл слова Леви – это прилепиться. Она сказала, теперь-то прилепится ко мне муж твой. Какой в этом смысл? Смотрите, Лея выходит куда-нибудь, ей надо пройти в магазин за покупками. Она в одну руку берет одного сына, во вторую руку берет второго сына. На третьего сына у нее руки нет. И для того, чтобы ей куда-то пойти, ей нужно, чтобы ее муж сопровождал и держал за руку третьего сына. В этом смысл имени Леви. Теперь прилепится ко мне муж свой. И после всей этой истории у нее рождается сын, которого она назвала Игуда. И смысл этого имени – вот теперь-то я прославлю, поблагодарю Господа. На иврите «года я» – благодарность. И в синодальном переводе «прославлю Господа». Более точный смысл – поблагодарю Господа. Вот теперь я поблагодарю Господа. И из-за того, что она так назвала своего сына, у него хватило силы проявить в искушении высокие моральные качества, когда его невестка впала в блуд. Очевидно, он думал, он хотел ее предать наказанию. Она послала Иуде компромат, выяснить, с кем я спала. И вот в этот момент Иуда мог поступить как все и спуститься как с гуся вода, охранять свою честь. Но благословение от матери – это единственное, что мы знаем из биографии Иуды, что его мать поблагодарила. Вот это помогло ему выстоять в этом искушении и сказать «Она более права, чем я». И вот это качество Иуды сделало его лидером посреди братьев, и впоследствии из-за этого там произошел мессия из Иуды. Итак, благодарите Бога, и благословение – это всегда скажется на потомков. Дальше давайте посмотрим в истории Иосифа. Мы видим случай с Виночерпием. Иосиф истолковывает сон для Виночерпия. Виночерпий уходит и забывает Иосифа. И мы часто говорим о том, что вот за того, что он понадеялся на Виночерпия, вот за это Бог дал ему еще два года побыть в тюрьме. Но мне нравится больше другой аспект, что Иосиф, когда видит приоткрывающуюся возможность, он сразу ставит туда ногу, хорошую возможность, он сразу ставит туда ногу и хочет туда войти. Он говорит «Я готов». И он готов взять на себя ответственность за успех всей страны, для того, чтобы только войти. Он видит вот эти хорошие двери, он в них входит и готов за это платить цену. Вот это мне нравится. История с Корнилием. Деяние, 10 глава, с 1 по 6 стих. Вот такой аспект. Давайте напомню, о чем там говорится. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемый Италийский, благочестивый, боящийся Бога, со всем домом своим, творящий много милости, народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около девятого часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему «Корнилий». Он же взглянув на него и, испугавшись, сказал «Что, Господи?» Ангел ответил ему «Молитвы твои, милостыни твои пришли на память перед Богом». Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Шимона Кожевникова, который дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Зман, естественное течение вещей Корнилия было давать милостыню и молиться. И Бог ему открыл двери. Вот такой случай. Пришел ангел, говорит, вот так и так сделай, чтобы ты вышел из этой колеи и перешел в более продвинутую и скоростную колею. У тебя будет коридор более удобный и более качественный. Посмотрите, что вот это вот делание молитвы не гарантирует того, что ему откроется эта дверь. Это не является результатом. Но то, как он прикладывает к этому старание, какое он прикладывает сердце к хорошим делам, вот это послужило основанием для Бога открыть ему дверь. Ну, может быть, еще такой пример, что как ученые делают открытие. Они стараются, делают, изучают, но вдохновение к ним приходит вот как открытие. Ну, не знаю, Менделеев получает свою таблицу во сне. Это чудо. Но Бог посылает вот это чудо, вот эта возможность на готовый жертвенник. На то, что он, да, ходил и с этими карточками пытался понять, как это уже все сделано, и он этого не мог. Ему было, да, это открыто во сне. Так это и происходит. Это закон духовного мира, что мы делаем жертвенник, Бог посылает на него сверху огонь. Другой аспект. Давайте вспомним историю про Илью и Елисея. Это часто, наверное, вам знакомая история. Третье царство, 19 глава, 15-16 стихи. Илья находится на горе Синай, и Бог дает ему откровение, что надо делать. Дает ему откровение о себе, инструкции. И сказал ему Господь, пойди обратно свою дорогу через пустыню в Дамаск. И когда придешь, то помашь Азоила в цари над Сирией. И Иуя, сына на Мессии, на помашь цари над Израилем. Елисея же, сына Сафатова и Завел Мехолы, помашь пророка вместо себя. Что нам здесь интересно? Нам здесь интересно то, что Илья не сделал ничего из того, что Бог ему сказал. И тем не менее, Бог посылает колесницу и посылает Елисея на небо. Значит, если вам интересно, почему Илья ничего не сделал, то я этого коснусь как-нибудь в другой раз. Но если вы проследите книгу Деяний, книгу Третьего Царства и Четвертого Царства, где это все события происходят, это Елисей помазывает Азоила в цари над Сирией. Потом Елисей посылает ученика, чтобы он помазал Иуя в цари над Израилем. И теперь с Елисеем. Или я Елисея помазал или нет? Мы знаем, что Елисей был его учеником. Мы знаем, что перед самым расставанием, перед уходом Илии, Елисей молился о помазании. Но Илия взял масло и помазал Елисея или нет? Нет. Илия говорит, чего ты хочешь, проси. Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. И он говорит, ты просишь тяжелого. Если ты увидишь, как меня забирают, тебе это будет. Но Илия этого не сделал. Сам своими руками. Из-за этого Елисей думал, я предполагаю, думал, что он получил свое помазание, потому что он служил Елисею. Да, прошел какую-то библейскую школу, поливал воды на руки Илии. И поэтому Елисей собирался передать свое помазание через то, что он организовал библейскую школу для пророков. В 4 царств 4.43, когда к Елисею приходит человек, принес ему хлебный начаток, Елисей говорит, а в это время был голод, дай этот хлебный начаток людям пускай едят. И этот человек говорит, что я тут дам ста человекам. Итак, у Елисея есть 100 учеников, 100 последователей. Сколько последователей, сколько учеников вы знаете у Елии? Один Елисей. Сколько последователей вы знаете у Елисея? Здесь упоминается школа на 100 человек. По имени их знаем только одного Геези. Елисей смог передать помазание? Да, смог поставить пророков после себя Елисею. Елисей смог передать помазание? Нет, он помазание унес с собой, и кто-то там, пророк, получил помазание от его костей, тоже умер дальше, и воскрес помазание осталось в костях Елисея. Поэтому я предполагаю, что вот так вот, как Елисей сам получил помазание, поэтому он попробовал организовать такую же передачу помазания дальше своим последователям, своим ученикам, но он не смог это сделать так, как, допустим, это удалось у Елисея. Давайте вспомним еще передачу помазания, среди было 12 апостолов, Иуда погибает, и в Деяниях, в первой главе, люди думают, вот нас апостолов осталось 11, Петр встал, давайте сделаем, найдем кого-то, и чтобы он был одним из 12. И ставят на эту должность Матфея, и в то же время толкователи указывают на то, что помазанником, 12 апостолом вместо отступившего Иуды был апостол Павел, который получил помазание другим способом, непосредственно от Бога. Бог его сам нашел на пути в Дамаск. Вот такие пути, вот такая зависимость на нашей жизни, коридоры, что есть естественные, есть двери, куда мы можем быть, выйдем или не выйдем. И эти возможности, хорошие или плохие, которые в нашей жизни мы видим, все это зависит только от нашего сердца, с которым нам надо работать. Итак, выводы. Давайте перестанем задавать неумные вопросы Богу, типа за что и почему. Эти вопросы направлены в прошлое. Даже если вы получите ответ, он никак не поможет выйти из проблемы. Врачи шутят, что никогда не ошибается в диагнозе только патологоанатом. Оно вам надо. Спрашивайте, что с этим делать и как я должен исправить. Эти вопросы направлены в будущее. Мир вам. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»